В этом году почти 3 миллиарда рублей. В следующем более 4 миллиардов. Таков объем средств Дорожного фонда. В среду на заседании правительства обсудили работу Дорожного фонда Ивановской области. На 2018-й стояла задача увеличить объемы текущих ремонтов автомобильных дорог. Цель по-своему достигнута. Протяженность отремонтированных участков составила более 104 километров. Это вдвое больше, чем в прошлом году. На автодороге Иваново-Шуя-Палих отремонтировано более 36 километров дорожного покрытия. Еще один крупный ремонт этого года проведен на участке Суздаль-Гаврилов-Посад в Гаврилов-Посадском районе, где отремонтировано более 5,5 километров. Завершен капитальный ремонт участка автомобильной дороги Гордяковка-Лух-Чедуево протяженностью 3 километра на границе Лухского и Пуческого районов. В Лежницком районе завершен капитальный ремонт участка автомобильной дороги Лежнево-Высокого протяженностью 6,3 километра. Ремонтная работа синхронизирована со школьными маршрутами и маршрутами медицинского транспорта. К ним особенное внимание. Также были включены объекты с карты убитых дорог ОНФ. Начиная с весны 2017 года на него по Ивановской области было нанесено 655 проблемных участков. Из них отремонтировано капитально 82, ямочное 284 участка. Очень хорошие показатели считаю. На будущий год на ремонт дорог областного центра денег предусмотрено в два раза больше. Продолжится строительство западного обхода. Реконструкция ждет улицу Ивановскую в Кохме. 5 километров с частичным расширением. И губернатор вновь акцентирует внимание на дорогах, по которым ездит медицинский транспорт. Это Куст Кинеш-Майюревец-Пучеш 57 километров. Это Палих-Южа 17 километров. Это Тейково-Гавпасад 13 километров. Это Фурунов-Дуляпина-Песцова 9,5 километров. Кроме того, отремонтируем Южо-Холый, это 87 километров. И Суздаль-Гавпасад доделаем 3,5 километра, которые не доделали в этом году. Министерство транспорта России приняло решение о строительстве в Иванове полноценного восточного обхода. Губернатор обсуждал этот вопрос с президентом и соответствующее поручение давал Дмитрий Медведев. В 2019 начнется проектирование нового обхода.